Доброго времени суток, уважаемые друзья! Меня зовут Перпетум или же Александр, и сейчас я поиграю в очень крутую и брутальную игру под названием Tank Rage in Zombie City. Здесь я буду играть за танк, который ездит и уничтожает зомби, которые пытаются захватить мой город. В общем-то, поехали, начинаем играть. Да, я серьезно хочу начать сначала. Я всегда практически игры сначала пробую пару минут, ну минуты там 2-3, смотрю, хороша она или нет, чтобы записывать. И, в общем-то, потом только начинаю записывать. Что ж, вот, собственно, мой танк, и выглядит он пока довольно странно. Он больше похож на какой-то броневик, потому что у него нету ни пушек, ничего-ничего-ничего. Он может зомби пока только давить. Ну и это тоже очень хорошо на самом-то деле, ребята. Так, используем буст. Зомби почему-то катаются на роликах, я не знаю, что с ними не так. Видимо, они поумнели и поняли, что на роликах они смогут от меня уезжать. Хотя, это должны быть очень мощные мышцы у зомби, потому что нужно очень быстро передвигать ногами, чтобы уехать на роликах от танка. Это, ну, практически невозможно. Танк хоть и не совсем быстрый, но километров 40-50 современный танк едет спокойно. Такс-такс-такс. Оп. Оп-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. А чтобы на роликах разогнаться до скорости 40 километров в час, нужно неплохо постараться. Например, ехать с горы. Такс, ладно, вот мой ангар, я уже до него доехал. Это была такая небольшая диверсионная вылазка. И, в общем-то, я заработал денежки и теперь могу что-нибудь прокачать. И что я сделаю правильно? Ничего не прокачаю. Я подожду, пока у меня появится больше денег, чтобы я сразу мог себе купить пушку. В принципе, я мог прокачать сейчас себе ускорение, но в этом смысла особо я много не вижу. Потому что ускорение это, конечно, хорошо, но... Но-но-но-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хотел погнаться сразу за двумя зайцами, но одного все-таки поймал. Хотя обычно, когда гонишься с двумя зайцами, не поймаешь ты вообще никого. То есть... И один зайчик убежит, виляя хвостиком, и второй, что я говорю, я не понимаю. Причем тут зайчики с хвостиками, когда я давлю чертовых зомби, я не понимаю, что со мной. Такс, ну, денег я зарабатываю, честно сказать, немного, немного. За каждого убитого зомби мне, по-моему, дают 5 баксов. Это неплохо, но хотелось бы, естественно, больше. Я за этот забег уже заработал 500 бакарей, и это безумно крутая цифра. К тому же я могу делать комбо, зарабатывать деньги в ящиках, и, в общем-то, еще за прохождение уровня мне, по идее, дают деньги. Да, я снова в ангаре, и у меня сейчас практически косарь. А косарь, как известно, это довольно хорошая цифра, и за косарь уже можно купить что-то довольно серьезное. Хотя пока... Пока-пока-пока я могу накопить на Кэнон, который стоит 1800. 1800, машинган, я даже и не знаю. Ладно, давайте пойдем дальше. Я пока покупать ничего не буду, хочу накопить 1800. Хотя, возможно, сейчас пойдут враги, с которыми придется сражаться с помощью пушки, и без пушки я их победить не смогу. Я не знаю этого, я попробую пройти так. Окей. Так, чуваки, у которых топоры в спинах, двигаются еще быстрее. Видимо, кто-то из моих собратьев кинул ему топор в спину, и зомби испугался и решил убегать. Блин, я постоянно тыкаюсь на эти камушки. Опять немного дотянулся до зомби. Кто-то кинул из моих товарищей топор в спину зомби. Зомби испугался и сказал... Воу-воу-воу-воу-воу, чуваки, чуваки. Я просто проходил мимо, я убегаю, убегаю. И из-за этого теперь мне становится довольно сложно их догнать. Это как плюс одновременно, так и минус, естественно. Хотя за этот заход я уже заработал 500 долларов, и настроение мое теперь улучшается, улучшается, улучшается. Хотя, конечно, хотелось бы еще больше. Хотя бы, чтобы тысячу я заработал за один заезд. Это было бы очень весело и очень круто. 570. Неплохо, неплохо. Должен признать, неплохая цифра 570. Но косарь, конечно, красивее. Конечно же, косарь красивее. У меня 1548. И со следующего забега, со следующего захода я по-любому накоплю себе наикрутейшую, наикрутяцкую пушку за 1800. Можно было бы купить пулемет, но пулемет против зомби. Я даже и не знаю. Воу-воу-воу, что это за чувак? Неужели он будет в меня стрелять? Черт, я даже не могу до него добраться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, нет, добрался, 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 но потерял при этом практически все свое здоровье. Пришлось натыкаться на камни, на взрывчатку, чтобы добраться до него. Ну ладно, ладно, ладно. В любом случае, сейчас я накоплю денег на себе новую пушку, на новую пушку, на новую пушка. Опять, чувак, я еду, я еду. Ай, у меня буст закончился, теперь он может просто меня спокойно одолеть. Приходится уворачиваться от его выстрелов, буст есть и давай-давай, отлично. Что такое, чувак, а? Не помог тебе твой пулемет, твоя машинка, танк все равно оказался круче, мощнее и злее. Как всегда, у меня, конечно же, дьявольский смех не получается. Что ж, теперь у меня есть кэнон. Я купил себе кэнон. Кэнон это хорошо, кэнон. Так, ну что ж, стоп, стоп, стоп. У меня, подождите, подождите. Вот кэнон, понятно, крутая пушка, крутая, без всяких сомнений, но, по-моему, мне не хватает пулемета, мне бы не помешал еще и пулемет. С помощью пулемета я смог бы справляться с зомби, блин, очень долго перезаряжается кэнон. Не такое, считай, крутое оружие, возможно, пулемет был бы круче. Зомби на машинах, меня всегда вызывало это некое подозрение. По-моему, в «Обители зла» в последнем были зомби на мотоциклах. Это было неправильно, это было странно. Зомби не должны ездить на мотоциклах, запомните это раз и навсегда. Зомби должны ходить, причем довольно медленно должны ходить, но их должно быть очень много. Как, в принципе, в игре «Обитель зла», в первых частях зомби действительно вызывали ужас, потому что они были медленными, неповоротливыми, но в то же время очень кровожадными. Если бы они до вас доходили, они бы вас убивали. Я люблю именно медленных зомби. Не знаю, это класснее всего, когда закрытое помещение, безысходность, куча зомби. Это супер. Воу, у меня закончилось топливо. Это, конечно, уже, несомненно, большой-ще минус. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Куплю я себе, пожалуй, буст. Буст, 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 буст. Без буста пройти не представляется возможным игру. И уровень этот тоже. Блин, из-за того, что я включил буст, мне довольно сложно уворачиваться от препятствий. А еще и буст закончился. Так-так-так-так-так. Пули. Буду сейчас давить всех зомби, без исключения. Пам! Сразу выстрел. Так-так-так. Оп! Пам! Сразу выстрел. Но из-за этого, из-за того, что я пытался сражаться с этими чуваками, мне не удалось задавить парочку зомби лишних. А лишние зомби не бывают лишними, потому что за них дают, черт возьми, 5 баксов. Интересно, сколько дают денег за машинку, за уничтоженную вражескую зомби-машинку? Я, к сожалению, не посмотрел. Надо посмотреть. Оба-на, бабосики. Бабосики. Это всегда хорошо. Оп! Когда я включаю буст, я теряю маневренность. И это самая, пожалуй, главная проблема буста. Так-так-так-так. Если зомби находятся друг от друга вдалеко, они рассредоточены, тогда, в принципе, с помощью буста можно задавить много зомби. И я прошел уровень, потому что я использовал буст. А когда ты используешь буст и просто едешь, примерно тратится одинаковое количество топлива. И я заработал впервые 5 черепных звезд. Круть, круть, крутяк, крутяк. Я все-таки мой крутячок. Так-так-так. Ну, давайте купим, пожалуй, машинган. Я не знаю. Мне кажется, это тоже крутая пушка. Так. Можно поставить пока машинган. И расстреливать зомби. Но знаете, ребята, от машингана-то толку больше. И бьет он, в принципе, машинку довольно неплохо. Хотя, все-таки, когда будет появляться вражеская машинка, нужно использовать пушку. Опять машинган. И если так постоянно переключаться, можно неплохо запутаться, хочу вам сказать, ребята. Можно неплохо запутаться. Так, я взял снаряды, к сожалению, только для... Для... Ай-яй-яй. Смени пушку. Только для своей большой пушки. И это печаль. Я бы еще хотел поставить, конечно же, себе... Как у трактора. Хренове. Но как она называется? Блин. В общем, не как у трактора, а как у поездов. Черт. Я хотел взять аптечку. Таран такой своеобразный. Блин. Что-то я с ума сошел. Вот. Вот это. Вот это. Крушер. Я буду ехать и рубить просто всех. 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 И мне не придется впритык подходить к злым чувакам, чтобы сломать их машинку. Теперь у меня 200 пуль в моем автомате. И это, конечно же, тоже плюс. В два раза увеличилась обойма. Что такое, братан? Что такое? Что-то не так, да? Пошло, по-моему, да? Или мне кажется? А еще я могу включить буст и ехать и всех уничтожать. Давай. Просто попытаюсь дойти до конца уровня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Если я буду попадать на все, на все хреновины, я точно до конца уровня не пройду. Никогда. Так, блин, переключаться и управлять в то же время довольно неудобно. Так, 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 так. Я еще и стрелками управлял. Оказывается, можно ВСД управлять. Пам. Блин, гребаный зомби заслонил своим телом вражеский танк. Так, вражескую машину. Ой, сколько зомби, черт. Они уже не гребаные, они уже классные, потому что у них целая куча жизней, целая куча зомби, и я могу заработать целую кучу денег. И о-о-о, деньги, деньги, дреби-деньги, а остальное все дреби-би-день. Делай деньги, делай деньги, а остальное все дреби-би-день. Это как мультики Остров Сокровищ. Надеюсь, все из вас его смотрели. Так, ну что ж, вот я и прошел до конца и снова заработал неплохую копеечку, в принципе, я думаю. Жаль, всего лишь 5 звезд. В общем-то, у меня 758 баксов. Ну, я думаю, на это можно остановить. Игра такая, на любителя, я бы даже так сказал. Мне она, честно говоря, не сильно понравилась, но поиграть вы можете и получить, возможно, даже удовольствие от этой игры. Ну, а с вами был Перпетум, или же Александр. Большое спасибо, ребята, за внимание, за просмотр. До новых встреч, конечно же. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok